Ну а смотрите, вот буквально вчера вечером появилась информация о том, что Саудовская Аравия поделилась своими разведданными и говорит о том, что Иран собирается на них напасть в течение 48 часов. Как вы оцениваете вообще эту активизацию Ирана? И снова-таки на фоне этих событий мы видим, что авианосцы Соединенных Штатов Америки вышли из своих мест дислокации. Это уже два. Один непосредственно в Средиземном море, другой будет базироваться где-то возле берегов Объединенного Королевства. Как оцениваете вообще эту ситуацию? Что происходит? Что с Ираном? Почему такая активизация? И будет ли снова-таки ответ? Это очень, вот это серьезная история, потому что Иран давно враждует Саудовской Аравии. Он наносил удары по территории Саудовской Аравии, но он наносил отдельные удары, как бы террористические удары. И, собственно, в качестве ответных мер уничтожались какие-то отдельные иранские генералы, как мы знаем. Я не говорю, что это было прямую, там один к одному, типа вот вы туда, мы вам генерала. Но мы помним историю генерала Сулеймани, которого упоминал Путин в своей знаменитой колокольной речи на Валдае. И Путин же просто не рассказал в своих подробностях, что генерал Сулеймани, это генерал, ну, он был там одним из командующих корпуса Стражей Стамской революции. Он был национальным героем, в буквальном смысле Ирана, именно национальным героем на этот момент. И человек приехал в Ирак, и просто его там американцы убивают в Ираке, в аэропорту. И не скрывают этого, не скрывают, потому что все вот эти организации, например, корпус Стражей Стамской революции объявлен террористической организацией, Иран объявлен государственным спонсором терроризма, поэтому все лидеры Ирана не являются персонами, обладающими дипломатической неприкосновенностью, все они являются, у них статус террористов, и они подлежат уничтожению в случае необходимости. Президент США может решить уничтожить любого иранского лидера, нет никаких с этим юридических проблем. Нам бы хотелось сказать, чтобы в отношении России такие правила действовали. Но вот пока они еще не введены. Но почему Путин вспоминал, например, Сулеймане? Он понимает, что вот полетит он в Индонезию, а когда он приземлится, в США Блинкин подпишет документ о том, что Россия теперь спонсор терроризма. И тогда его арестуют прямо там, прямо в Индонезии. Ну, по-моему, уже есть информация о том, что он не собирается ехать. Я знаю, да, да, так он не собирается. Ну, это правда, да? Ну, это открыто объявляли, что он не собирается, и не собирается по этой причине. То есть причину-то он высказал, объявили, что он не едет, а на следующий день он высказал причину, что вот генерал Сулеймане, я не хочу быть еще одним генералом Сулеймане. Потому что важно, он упомянул все детали Путина, да, что смотрите, его именно в третьей стране уничтожили. Он же именно политик, и мы к нему по-разному относимся, он действительно плохой. Но нельзя же его уничтожать, что же такое, как он сказал, ладно, не буду говорить даже это слово, цитировать Путина сегодня невозможно, он же неприличными словами разговаривает. Поэтому да, он говорил об этой судьбе, как о своей будущей судьбе, это то, чего он по-настоящему боится. И тоже забава в том, что, ну, забавный достаточно такой элемент, если можно говорить о Путине, как о забавном чем-то, что история с генералом Сулеймане произошла два с половиной года назад. Это не вчерашняя история, не позавчерашняя, два с половиной года прошло, и вдруг он вспоминает этого генерала. И все полезли в Википедию искать, про кого же он там говорил.